Белые одежды Многие знают из Библии, что белое одеяние – это символ святости и вечной жизни. Иегова, Иисус Христос и все святые ангелы в Библии представлены в белом одеянии. Значит, великое множество людей в белом из книги Откровения 7 глава 9-14 стихи тоже святые, поэтому они и будут жить вечно в мире Бога. Об этом говорится в книге Откровения 7 глава 9-14 по 17 стихи. Как свидетели Иеговы мы научены, что великое множество людей – это свидетели Иеговы, пережившие Армагеддон. В связи с этим рисуется такая картина. Мы, свидетели Иеговы конца этого века, этим учением как бы заявляем, что все свидетели Иеговы – святы, как святы Иегова, его Христос и ангелы. Иначе сложно объяснить, почему свидетели Иеговы, одетые в белой одежды святости, переживут Армагеддон, а остальные нет. Разумеется, открыто о святости свидетели Иеговы в обществе Стражевой башни не пишут. Но это подразумевается, так как логически вытекает и значение белых одежд – символы святости и вечной жизни для тех, кто их носит. Об этом можем прочитать книги Откровения, 19 глава, 7 и 8 стихи, 20 глава, 6 стих. Не будем сейчас говорить о пользе скромности и вреде присвоения себе статуса святых. Об этом также говорится в Библии, Матфея, 19 глава, 30 стих, книга Луки, 14 глава, 8 стих, и также 18 глава, с 10 по 14 стихи. Наша цель – проверить по Библии это учение. То, что свидетели Иеговы – это особый народ по ревности и старанию служить Иегове, в том сомнений нет. Вопрос лишь в белых одеждах великого множества людей. Если узнать, в каком времени истории Земли великое множество людей будет одета в белое, то картина с великим множеством людей прояснится чуть больше. Разобьем эту тему на вопросы. Итак, первый вопрос. Что означают белые одежды? Ответив на второй вопрос, узнаем, кто, когда и почему оденется в белые одежды. А из третьего увидим, почему Иисус, искупив людей, образно продает белые одежды, а не раздает их бесплатно, согласно книге Откровения, 3 глава, 18 стих. Отвечая на них, кратко напомню то, о чем мы уже знаем из Библии. И все фрагменты соединим в одно целое, а вывод, образно так, нарисуется сам. Кому интересно, смотрите дальше. Рассмотрим ответ на первый вопрос, и он звучит так. Что означают белые одежды? Белые одежды, в принципе, не важен какой фасон, какая длина, ну и так далее. Это символ духовного совершенства, праведности святых, духовной непорочности и нравственной чистоты. Об этом говорится в книге Откровения, 19 глава, стих 8. Поэтому и сам Иегова – эталон духовного совершенства. И все верные ему небесные духовные помощники предстают перед читателями Библии в белом одеянии. Об этом можем посмотреть в книге Даниил, 7 глава, 9 стих, книга Откровения, 4 глава, 4 стих и 15 глава, стих 6. Между белым одеянием жителей небес и людей есть одно отличие. О людях в белом сказано, что они образно отбелили свои одежды кровью агонца, то есть верой в искупление Христова. Об этом говорится в книге Откровения, 14 глава, 1 и 4 стихи, также в 7 главе, 9, 13 и 14 стихи. А святые жители небес не нуждаются в искуплении. Иегова – чистый святый изначально. Об этом говорится в книге Левит, 11 глава, 44 стих. А его верные ангелы чисты, так как их отец – Иегова, проще сказать, они не осквернены порочным происхождением Адама. Дальше все просто. Так как Иегова и ангелы не носят буквальных одежд, описание ослепительной близны, их образных одеяний, лишь помогает нам понять две вещи. Первое. На фоне безупречности святой личности Иеговы и духовного совершенства его святых ангелов, люди, как потомки Адама, совсем не на высоте. Их образные одежды испачканы грязным образным пятном греха. Об этом можем прочитать в книге Иов, 14 глава, 4 стих, книга Римлянам, 3 глава, 23 стих. И вторая вещь. Для того, чтобы мы могли жить с Богом вечно, например, как живут его святые ангелы, нам тоже надо образно одеться в белое или стать духовно совершенными. То есть безупречность белых духовных образных одежд это наш пропуск в вечное райское царство Бога на земле или на небе. Об этом читаем в книге Матфея, 5 глава, 5 стих, филиппийцам, 3 глава, 20 стих. И пока мы не достигнем духовного совершенства, белых одежд святости и вечной жизни нам не видать. Когда же мы его достигнем? Об этом узнаем из второго вопроса, и он звучит так. Кто, когда и почему оденется в белой одежде? Из видеоурока 1.46 знаем, что в белые будут одеты потомки Адама, спасенные от века тления. Это те, кто победят грех и так станут святыми, почему они и будут допущены в вечный рай, к древу жизни. Об этом записано в книге Матфея, 24 глава, 13 стих, книга Откровения, 2 глава, 7 стих, 3 глава, 5 стих. Спасенных от века тления будет две группы, и грех они победят в разное время истории человечества. Это видно из 1 Коринфянам, 15 глава, 50 стих, Римлянам, 7 глава, 24 стих, и Откровения, 7 глава. Первая группа победителей греха – это 144 тысячи. Об этом говорится в книге Откровения, 7 глава, 3 и 4 стихи, 14 глава, с 1 по 5 стихи. Они победят грех уже в этом веке, при образно испорченных телах, и это записано в книге Римлянам, 7 глава, 24 стих. Поэтому первыми, образно, наденут белые, еще дор Магеддона, невеста Христа, воскреснет и попадет на небо, чтобы вступить в вечный союз с Иисусом Христом. Об этом читаем в книге Откровения, 3 глава, 5 стих, 6 глава, 11 стих, 19 глава, 7 и 8 стихи, 20 глава, 6 стих, и 1 фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи. Белый лен их образных одежд будет так же безупречен, как и у других святых ангелов. Это видно из книги Откровения, 19 глава, 8 стих и 15 глава, 6 стих. Белая одежда из Вессона – это лен высшего качества, известный из Ветхого Завета. Моисей образно срисовал их с небесного образца для освященных в земном храме Бога. Об этом читаем в книге Евреям, 8 глава, 4 и 5 стихи, книга Исход, 28 глава, 6 по 8 стихи, и 30 глава, с 22 по 32 стихи. Поэтому 144 тысячи и другие ангелы тоже показаны в белом весоне с золотистыми поясами. Хотя жители небес не носят буквальной одежды, этот образ святости служителей небесного храма Бога на земном языке читателям Библии легче понять. Об этом посмотрим книгу Даниил, 10 глава, 5 стих, 15 глава, 6 стих, книга Откровения, 19 глава, 8 стих, 20 глава, стих 6. Поэтому, если изобразить сопровителей Иисуса Христа на картине, это будет выглядеть примерно так. Смотрите на экран. Так как остальные свидетели Иеговы и другие жители земли не войдут в состав 144 тысяч первых победителей греха, значит, в этом веке остальные свидетели Иеговы не дотянут до белых одежь святости и не смогут победить грех в той полноте, что необходимо для вечной жизни. Иначе и они оказались бы среди первенцев. Об этом можем посмотреть в книгах Иакова, 1 глава, 4 стих, книга Откровения, 14 глава, 1, 4, 5 стихи. То есть, всем остальным жителям этого века, кроме 144 тысяч, белые одежды не положены до тех пор, пока они не станут святыми. Это первый образный камень в учении о том, что великое множество людей в белом – это святые свидетели Иеговы этого века. Всех, кто в этом веке действительно станет святым, заберут на небо. Так их наградят за первенство в победе над грехом. Это видно из книг 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи, книга Откровения, 3 глава, 5 стих, 11 глава, 12 стих и 14 глава, 1, 4, 5 стихи. Они – первый плод святости, выросший на земле от посеянного Иисусом слова Иеговы. Об этом читаем 1 Петра, 1 глава, 23 стих, 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. Остальные свидетели Иеговы в этом веке святыми не станут. И как следствие, никто, кроме 144 тысяч, в этом веке не будет достоин белых одежд святости, чтобы пережить им Армагеддон. Именно поэтому свидетели Иеговы, живущие перед Армагеддоном, отвергнут двух последних пророков Бога. О них сказано в книге Откровения, 11 глава, с 3 по 10 стих. Вот здесь нужно размышлять. Если свидетели Иеговы стали святыми до Армагеддона, то тогда они отвергли бы последних двух пророков. А те, кто раскаются от чуда их ухода на небо, умрут до Армагеддона, и Иегова избавит их от этого зла. Об этом записано в книге Откровения, 11 глава, 13 стих, 14 глава, 1, 13 стихи, книга Исаия, 57 глава, 1, 2 стих. Также можно смотреть видео 1, 21 под названием «Один берется, другой оставится». В итоге Армагеддон встретят только образные козлы, то есть хулители Иеговы, а они точно в белой одеты не будут. Об этом можем читать книги Матфея, 25 глава, 41-46 стихи, книга Откровения, 16 глава, 9-21 стих, 19 глава, с 13 по 21 стихи. Согласно Библии, все люди Земли, кроме 144 тысяч, кто не смог или не имел возможности дотянуть до совершенства Иисуса Христа в этом веке, свидетели Иеговы в том числе, смогут это сделать во время правления Иисуса Христа и 144 тысяч первых победителей греха. Это видно из книги Откровения, 5 глава, 9-10 стих и 20 глава, 6 стих. А как это будет происходить? После того, как дьявол будет скован на тысячу лет, начнется эра нетления, миллениум. Обратите внимание на книги Откровения, 20 глава, 1 и 2 стихи, книга Исайя, 65 глава, с 21 по 25 стихи и книга 1 Коринфянам, 15 глава, 42 стих. Все, кого Иисус пробудет от смертного сна и вызовет из могил на землю в новых нетленных телах, смогут побеждать остатки личных проблемных качеств, продвигаясь к духовному совершенству с помощью небесного правительства. Это видно из книг Иоанна, 5 глава, 28 стих, книга Деяния, 24 глава, 15 стих и книга Евреям, 11 глава, стих 40. В тысячелетие нетления люди не будут стареть, но не все живущие там смогут победить грех. По ходу тысячелетия будут те, кто умрет за свои грехи навсегда, и плохое наследие Адама уже не будет оправданием для них. Об этом записано в книге Исайя, 65 глава, стих 20. А кто-то пойдет за дьяволом даже после тысячи лет, в последнем испытании, и о нем говорится в книге Откровения, 20 глава, 7 по 10 стихи. Поэтому, кто из жителей земли победит грех, а кто нет, выяснится только после тысячи лет, в последнем испытании дьяволом. Это второй образный камень в учении о святости свидетелей Иеговы перед Армагеддоном. Все свидетели Иеговы, кроме 144 тысяч, будут жителями земли. А кто из живущих на земле в тысячелетии Христа станет святым и будет достоин белой одежды, выяснится не перед Армагеддоном, а лишь после тысячи лет. Пока не пройдено последнее испытание дьяволом, никто из жителей земли не может о себе говорить, что он свят и победил грех. Поразмышляйте об этом над стихами из книги Откровения, 21 глава, 3, 4 и 7 стихи. Итак, вторая группа святых обнаружится после тысячи лет на земле. Это и есть великое множество людей в белом. Они искуплены Христом, как и 144 тысячи. Об этом можно посмотреть в книге Откровения, 14 глава, 1 и 4 стихи, 7 глава, стих 14. Они тоже смогли победить грех, что выявилось в скорби последнего испытания после тысячи лет. Поэтому и они стали святыми. Посмотрите, Откровения, 20 глава, стих 8. Их одежды тоже стали белыми, и отныне они никогда больше не увидят смерти. Это видно из книги Откровения, 2 глава, 7 стих, 3 глава, 5 стих, 7 глава, 9 и с 14 по 17 стихи, 21 глава, 3, 4 и 7 стих. Обратите внимание, что в тысячелетии они видели смерть. Об этом говорится в книге Исаии, 65 глава, стих 20. Так исполнится предсказание о том, что Иисус после тысячи лет правления передаст Иегове жители земли, достигших духовного совершенства и потому одетых в белые одежды вечной святости. Об этом читаем в книге 1 Коринфянам, 15 глава, 24, 25 и 28 стихи. Также книга Откровения, 7 глава, 9 стих и с 14 по 17 стихи. Также 21 глава, 3, 4 и 7 стихи. С той поры воля в Вечном Царстве Иеговы будет исполняться на земле так же, как она исполняется на небе, чего ожидают все христиане. Это видно из книг Матфея, 6 глава, 10 стих, 2 Петра, 3 глава, 13 стих. Если образно изобразить эпизод принятия в Вечное Царство Бога всех спасенных, это может выглядеть примерно так. Смотрите на экран. Следует помнить, сами по себе искупление Христа и служение Иегове в среде Его народа никого не делает святыми и пригодными для вечности. Этот факт доказан смертью христиан. Об этом мы читаем в книге Римлян, 6 глава, 23 стих, 1 его часть, 7 глава, 24 стих. Все приходят к Богу из мира, поэтому сильно испорчены грехом, из-за этого достичь святости нелегко. Не только образное пятно греха Адама, но и все личные образные пятна христиан, то есть несовершенства, образно жалят их смертью в этом веке. Об этом мы читаем из книг Иакова, 1 глава, 14 стих, книга Евреям, 9 глава, 27 стих, и 1 Коринфянам, 15 глава, 56 стих. Поэтому даже искупление Христа и служение Иегове не может в этом веке автоматом образно одеть нас в белое, то есть остановить старение и смерть. Смотря об этом видео 1.19, там говорится о царстве смерти после выкупа. Ясно и то, что образно одеваться в белое, верующие будут не в буквальном смысле. Образ белых одежд лишь отражает намерение Бога дать вечную жизнь всем победителям греха, вернув им райский образный дом на небе или на земле. Это видно из книги Откровения, 2 глава, 7 стих, и 3 глава, 5 стих. Однако, одним лишь намерением Бога, люди в рай не попадут. На образные белые одежды они должны образно заработать и сами. Поэтому Иисус Христос, кому Иегова доверил образные врата в рай, об этом говорится в книге Иоанна 5.22, не раздает образные белые одежды всем подряд, направо и налево, а образно продает их, иногда отказывая в этом даже искупленным членам своего собрания. Об этом говорится в книге Откровения, 3 глава, 18 стих. Так мы подошли к третьему вопросу, и он звучит так. Почему Иисус образно продает белые одежды искупленным, а не раздает их бесплатно? Смотри книгу Откровения, 3 глава, 18 стих. Иисус Христос, искупив нас, лишь образно убелил наши одежды, а образно отстирывать их до безупречности мы должны сами. Посмотри книгу Откровения, 14 глава, 9 и 14 стихи. Если бы не жертва Христа, мы оставались бы нечистыми, от кого Бог далек, и не смогли бы приближаться к Иегове в поклонении Ему. Читаем книги Иов, 14 глава, 4 стих, притча, 15 глава, 29 стих и Римлянам, 3 глава, 23 стих. Но под покровом праведности Христа на образной одежде христиан не видно образных пятен греха. В этом веке Иисус словно прикрывает нашу греховность своим образным белым плащом, то есть праведным телом. Поэтому Иегова видит нас чистыми, или можно сказать, оправданными. Посмотрите книгу Римлянам, 3 глава, 23 по 25 стихи. Также жертва или кровь Христа образно убеляет наши образные одежды, поэтому все мы можем образно устроиться на работу к Иегове и трудиться в интересах Его Царства. Проще сказать, поклоняться Ему. Посмотрите об этом 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих, и 1 Калинисуном, 3 глава, стих 8. Если изобразить на картине суть прикрытий наших греховностей Иисусом Христом, выйдет примерно такая картинка. Смотрите на экран. Однако, как помним, для того, чтобы спастись из века тления и обрести жизнь вечную в вечном мире Иеговы, всем христианам следует не только образно прикрыться покровом святой жертвы Иисуса Христа, то есть образно подбелить одежды Его кровью, но и самим победить грех. Образно отстирать свои образные одежды до безупречности святых служителей Иеговы. Об этом читаем в книге Откровения, 3 глава, 5 стих, 7 глава, 13 и 14 стихи. Стремление к совершенству, борьба с грехом и духовный рост под образным покровом святой жертвы Иисуса Христа в Его собрании. Это и есть процесс образного зарабатывания на образные белые одежды, на образный пропуск в будущий вечный Божий рай. Посмотрите книги Колосином, 1 глава, 24 стих, и Марка, 10 глава, 29-30 стихи. Каждый христианин должен добиваться своего спасения перед Иеговой со страхом и трепетом. Иначе Иисус образно не продаст нам белые одежды. Посмотрите книгу Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Именно поэтому апостол Павел, например, искупленный Христом и убеливший свои образные одежды его кровью, не считал, что этого для спасения достаточно. Он разъяснял, что Христос лишь помог нам стартовать в беге за спасение и обретение вечной жизни. Но чтобы победить в этом образном забеге и достичь спасения в мире Иеговы, нужно ежедневно бороться с грехом до полной победы над ним. Об этом читаем в книге 1 Коринфянам, 7 глава, 23 стих, и 9 глава, 22 по 27 стихи. Вот почему победителей греха в этом веке будет мало, всего 144 тысячи. Это те, кто, подобно апостолу Павлу, целиком и полностью погрузились лишь в служение Иегове. Ни к чему из земных радостей, таких как комфорту, материальным благам, славе, почету, личному счастью и тому подобному, они не стремились и ни за что из земного не держались. Поэтому Иисус и образно продал им белые одежды. Они смогли подняться выше земных страстей и победить грех еще в этом веке. То есть, образный процесс продажи белых одежд – это процесс оценки жизни каждого христианина и вынесения решения по поводу того, что окажется достоин христианин с точки зрения оценщика или судьи. Либо его причислят к меньшим братьям Христа – образно выдадут белые одежды 144 тысяч. Либо к образным овцам – воскресят и дадут шанс победить грех в миллениуме. Либо к образным козлам – в миллениум они точно не попадут. Об этом можем прочитать книги Матфея 25 глава с 31 по 46 стихи. Поэтому белые одежды получают образно. К моменту смерти каждого христианина, живущего в этом веке, вышние судьи уже знают, какой категории человечества его причислить – к 144 тысячам, к образным овцам, будущим жителям тысячелетия или к образным козлам. А кто присуждает белые одежды сам себе в этом веке, тот может сильно ошибиться, первые могут оказаться последними и наоборот. Посмотрите книгу Матфея, 19 глава 30 стих, 7 глава с 21 по 23 стихи. Итого по материалу видео о белых одеждах. Образные белые одежды – это символ спасения и тот образный пропуск вечного царства Бога на небе или на земле, который Иисус образно продаст лишь победителям греха. В этом веке будет продано лишь 144 тысячи белых одежд, а после тысячи лет миллениума белые одежды будут проданы и великому множеству людей. Об этом читаем в книге Откровения, 3 глава 5 стих, 7 глава 9, с 14 по 17 стихи, 14 глава 1 стих, 20 глава 6 стих, и 21 глава 3 и 4 стихи. Чтобы образно купить у Иисуса белые одежды, придется хорошо потрудиться. Образно заработать на них можно только упорной борьбой с грехом, праведными поступками и верностью Иегове в скорбях всех вообще испытаний, после тысячи лет миллениума в том числе. Об этом можно прочитать из книг Деяния, 14 глава 22 стих, книга Откровения, 20 глава 4 стих, и 7 глава 14 стих. Иного способа достичь духовного совершенства нет. К сказанному выше добавимый третий образный камень. По Откровению 7.9 людей в белом будет несчетное количество, чего не скажешь о 8-9 миллионах свидетелей Иеговы, живущих перед Армагеддоном, даже если всех считать их святыми. Этот аргумент также против учения о том, что великое множество людей в белом это святые свидетели Иеговы, пережившие Армагеддон. Лишь о спасенных после тысячи лет можно будет сказать, что это несчетное множество миллиардов людей, ведь они будут набраны из всех, кто жил на земле, от детей Адама и до Армагеддона. Материал данного видео подготовлен свидетелями Иеговы ящика ответов с огромной любовью ко всем, кто ищет истину в Библии. Для тех, кому сложно воспринимать материал на слух или кто желает тщательнее проработать текст описания, упомянутые здесь, в описании к этому видео есть ссылка на текстовый вариант данной информации. А для новичков в описании к видео есть ссылка на базовую программу для углубленного изучения Библии. С ее помощью вы научитесь усваивать материалы с сайта ящика ответов любой сложности. Спасибо за внимание.